всем привет меня зовут андрей вы на канале industrial 2 сегодня у меня пришла вот такая посылка она пришла не сегодня она уже лежит давно наконец-то дошли руки и и вскрыть это эксцентриковая аккумуляторная шлифмашинка пит на платформе 20 вольт ван пауэр и модель пиде с 20 и 4 125 а я так понимаю это комплектация соло они по моему все идут комплектации соло то есть без аккумулятора означает кто не знает как она у меня оказалось расскажу небольшую историю эту машинку я выиграл в конкурсе у папа карло на конкурс был на самый скромный конкурс коля придумал пулю какую-то подколоть меня решил таким образом короче я у себя в телеграм-канале подписывайтесь кстати ссылка будет в описании устроил розыгрыш разыгрывал я скромненько когда я ездил на митекс не ребята испытали вручили пакет в пакете там мерч небольшой типа ручка календарик блокнотик там еще что то ну такое инструменты там не было я решил разыграть но ребята поржали типа чувак типа пакет разыгрывает ну и решили меня поддержать и сказали что я выиграл в конкурсе который они же и придумали и призом там должна была быть шлифмашинка электрическая но ребята из пита решили переиграть и подарили мне аккумуляторную за что всем большое спасибо и николаю и компании папа карло и компании пит чего здесь у нас нарисовано 125 подошва обороты меняются от 6000 до 11000 есть какая-то логотип такой написано помощник в деревянном строительстве woodworking helper cordless random orbital center аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка комплектация одна шкурка одна трубка для под а не трубка этот мешок для сбора пыли эффективная система пылеудаления для чистоты рабочего места плавная регулировка оборотов для различных задач надежная металлическая крыльчатка она чё бывает пластиковая на какие-то металлические ну да ладно давайте вскроем ее и посмотрим что у нас внутри внутри мешок для сбора пыли инструкции внутри помимо инструкции рекламный буклетик и одна шкурочка по 80 и сколько здесь отверстий раз два три четыре пять шесть семь восемь отверстий все внутри больше ничего нет сама шлиф машинка инструкция и гарантийный талон и также рекламный буклетик мешочек одевается спокойно и кстати вот этот патрубок это съемный да кстати давайте попробуем подключить ее к пылесосу у меня есть макитовский стандартный шланг и переходник и поморковка и он как раз идеально сюда подходит просто идеально теперь что нам аккумулятор я взял от имеется аккумулятор у меня который я работаю этими аккумуляторами на газонокосилки пятерочки и кстати у пита кто не знает уже вот здесь даже вот такая пломбочка есть наклейка и на ней написано 100 плюс tools for one battery то есть уже больше ста инструментов на одном аккумуляторе поэтому пит это одна из таких компаний она примерно ну как макита начала развивать линейку под один аккумулятор плюс у них еще 12 вольтовая есть тоже большая линейка но именно 20 вольтовая она просто огромная и цены намного ниже ну инструменты по качеству конечно немножко ниже чем а бренды но все же для дома это вполне достойный инструмент давайте подставим аккумулятор можно кстати вот так ставить прикольно но только если без мешка ну и давайте включим здесь две кнопочки спереди одной написано 0 на другой единичка но это не две кнопочки это один обычный переключатель что-то у него вибрация какая-то ну а так в принципе работает и есть регулировка оборотов сейчас стояла максимальная давайте уменьшим давайте прежде чем что-то шлифовать для начала ее разберем чтобы ее разобрать придется эту наклеечку либо разрезать либо удалить чтобы ее легко удалить показываю лайфхак наклеечка легко снимается и откладываем ее куда-нибудь на время кстати кто хочет посмотреть схему и схема уже есть на дядько сайте и здесь же есть даже можно купить некоторые запчасти но к сожалению не все не все только основные что-то из основного можно купить выключатель регулятор оборотов то есть плату вот с этим колесиком сам двигатель моторчик тулка оси и подошва есть всего остального я так понимаю в запчастях не поставляется мешок можно ли снять мешок до мешок если постирать нужно то он снимается и внутри он состоит из вот такого каркаса но продается вот это вот все как единая деталь вот эта часть снимается для этого если посмотреть внутрь видите там есть две защелочки их оттягиваем и вытаскиваем но сразу скажу идет вообще не идет никак поэтому снимать не буду боюсь сломать защелки она принципе не мешает но заказать ее можно отдельно ну как заказать артикул на нее есть купить ее пока нельзя винты винты тоже не продаются но винты вообще не проблема их всегда можно заказать например у макиты да я наверное неправильно начал для начала мне кажется нужно снять подошву а подошва держится у нас на четырех винтах это двадцать четвертая позиция и это именно винты здесь саморезы а это винты винты идут м5 на 10 с половиной четыре штуки с шайбой причем шайба несъемная так открутили ну подошва здесь стандартная такая же есть и на макиту кто-то говорит что макиты лучше вот эти вот дольше стираются хотя я не знаю я шлифмашинками не пользовался никогда поэтому по опыту не скажу но вот средней такой жесткости короче подошвы в доступе купить можно спокойно они продаются везде как дорогие а брендов так и дешевые какие угодно далее смотрим подшипник 6000 2 прикручен вот на таком винте винт этот м4 на 16 идет сразу с шайбой чтобы вот крутить нужно зафиксировать крыльчатку чтобы зафиксировать крыльчатку нужно что-то вот в отверстие вставить винт этот на фиксаторе резьбы тоже вот продается в таком виде но купить нельзя теперь мы снимаем эту опору подшипника и внутри находится вот такой 6002 RS подшипник какой-то китайский далее здесь сверху имеется такая шайбочка которая кстати на схеме почему-то не нарисовано и идет крыльчатка на крыльчатку чтобы достать нужно открыть два корпуса и здесь же я так понимаю есть резиночка она тоже ее можно и будет извлечь только разобрав две половинки давайте раскручивать дальше открутили снимаем корпус внутри выглядит вот так но как я говорил вот эта часть снимается но делать я этого не буду боюсь сломать потом придется приклеить давайте смотреть что здесь здесь аккуратненько все уложено стоит моторчик напрямую через вал он эксцентрику соединен и крыльчатки давайте все вытащим раз два кнопочка на кнопочке есть резиночка вот такая которая защищает выключатель от пыли а выключатель здесь вот такой как бы обычный только к нему добавлены такие усики первый раз кстати такой вижу с этими штучками а так обычный выключатель все достали нижний корпус или левый правый потом вот такая резинка которая наверное свою очередь служит еще как бы и тормозом когда эксцентрик по ней останавливается и бьется ну не знаю макита кстати так сделано вот такой эксцентрик крыльчатка литье конечно так такое себе ну такая тяжеленькая далее я так понимаю если здесь порисовать подшипник там будет вот в этом валу втулка оси называется здесь будет винтик который прикручен и удерживает эту втулку оси на самой оси двигателя двигатель сюда кстати подойдет например вот а ну тут смотреть надо какой длины втулка ну 755 двигатель и вот даже фирма есть квэху и мотор квэху и мотор квэху и мотор квэху ай мотор надо погуглить что это 18 вольт клеммники съемные то есть если надо заменить плату все просто меняется ничего паять не нужно кроме кроме возможно давайте сейчас откроем еще клеммную колодку видите клеммная колодка сделана как бы универсальная уже не первый раз вижу это в аккумуляторных питовских инструментах то есть ее можно поменять и поставить например сюда колодку под макиту под дэвольт и под что-то другое так этот винт у нас уже откручен саморез давайте скроем нет тут кстати уже припаяно все один контакт лишний универсальная колодка три провода плата выключатель и двигатель ну и на схеме еще не указано возможно идет с платой вот например вот этот провод видите он идет отдельно ну как бы отремонтировать если что-то сломается можно легко кстати сразу не показал вам давайте прямо сейчас проверим есть ли защита от случайного включения вот это выключено включено вставляем выключатель на включено и отключаем колодку не включается выключаем включаем все работает что является несомненным плюсом собрали давайте проверим вообще есть предложение компании пит если хотите я могу для вас сделать так сказать как бы сервисный альбом по ремонту электроинструмента пит для сервисников то есть у makita например есть доступ у сервисников к такому такой программе в которой есть ссылки на видеоролики по ремонту почти каждого инструмента видеоролик состоит из там японские ролики он состоит из того человек показывает каким инструментом нужно работать как разобрать инструмент и как его собрать обратно и это помогает очень сильно в ремонте многим и также ну pdf формате есть из этого ролика скриншоты и описание как что делать вот как бы могу этим заняться можете брать меня к себе на работу если хотите это как бы мое предложение можете рассмотреть ну чё нашел вот такую грязную какую-то старую кусок доски надеваем пылесос все ну в принципе с пылесосом пыли вообще нету ты ее прям в руках не удержишь ну прикольно вот такой результат доска вогнутая кривая поэтому по краям видите отшлифовал а внутри ну я вам скажу я не опытный а это я вообще шлифовал на двоечки давайте максимал куча включим вот эту часть шлифанем и не посмотрел ё-моё я пылесос забыл включить короче ребят вот такая техника возможно я что-то неправильно делаю но я первый раз в жизни вообще скажу вам честно я первый раз в жизни шлифую эксцентриковой шлифмашинкой да их до хренища отремонтировал но именно чтобы работать я ими никогда не работал поэтому строго не судите вот шлифует на этом видео заканчивается спасибо всем за просмотр спасибо компании пит компании папа карло всем пока у меня и и